Далее давайте разберемся с вами, что же такое продукты функционального питания. Функциональные продукты питания это пищевые продукты, которые имеют дополнительные свойства, помимо традиционной пищевой ценности, в связи с добавлением или обогащением дополнительных ингредиентов новых, либо уже существующих. Таким образом, можем сказать, что данные виды продукции могут быть предназначены для людей разных возрастных групп. То есть это не обязательно только продукты, которые могут употребляться, допустим, детьми либо пенсионерами. Нет, это продукты, которые используются для всех людей. И в обязательном порядке эти продукты должны оказывать положительное физиологическое воздействие на организм человека. Главное здесь не путать продукты функционального питания с лечебным питанием, потому что продукты функционального питания не будут лечить заболевания человека. Они лишь только оказывают какой-то положительный эффект. Например, нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. Первые предвижения в области изучения продуктов функционального питания были сделаны на основе использования таких веществ, как пробиотики, пребиотики, симбиотики, а также бифидобактерии. Как правило, эти ингредиенты добавлялись в продукцию молокосодержащую, либо молочную. И таким образом улучшался эффект от употребления этой продукции для человека. Так осуществлялось внедрение принципов здорового питания в нашей стране. Сегодня мы можем видеть принципы здорового питания, которые реализуются повсеместно. И люди довольно осознанно подходят к выбору разной продукции или способов ее обработки при употреблении. Здесь собраны некоторые виды трендов, которые мы можем наблюдать. Давайте рассмотрим их более подробно. Смелый фудберинг или экстремальные вкусы. Сочетание разных продуктов с разнообразными напитками, соусами и прочими какими-то элементами. На самом деле это не новость. Но на сегодняшний день это сочетание выходит на некий необычный какой-то уровень, когда мы уже сочетаем не просто птицу с цитрусовыми, но мы сочетаем рыбу с цитрусовыми, например. Поэтому использование такого направления достаточно интересно и может, допустим, использоваться в каких-то даже гастрономических турах. Далее повсеместное применение фермерских продуктов, органической еды или так называемой климатической еды, той еды, которая не оставляет углеродный след на нашей планете. Это тоже довольно популярное направление, которое применяется сегодня повсеместно и привлекает людей. Использование продуктов от начала производства до, соответственно, конечного потребителя, когда человек знает, где этот продукт произведен, где он выращен и каким образом его выращивали, использовали и обработали, это, конечно, очень важно. Реодуктурианское питание. Этот термин означает вегетарианство в некотором таком ограниченном формате. То есть когда человек может самостоятельно выбрать, какие виды продуктов животного происхождения он может использовать, либо постепенно переходить к полному веганству. То есть на сегодня человек уже понимает, что бросаться из крайности в крайность не всегда правильно и не всегда полезно для организма. Поэтому вот он может выбирать такие направления. Ужин в одиночестве – это скорее не тренд в питании, это скорее осознанность человека, который может находиться наедине с самим собой и исключить гаджеты, исключить какой-то посторонний шум для того, чтобы в полной мере насладиться пищей. Итак, давайте подведем итоги. Предоставление качественной и безопасной продукции в вашем заведении – это залог успешной работы предприятия и здоровья ваших гостей. Обеспечивайте безопасность продукции на каждом этапе технологического цикла производства продукции. Все разрабатываемые мероприятия должны в обязательном порядке быть контролируемы. Без контроля это все не имеет смысла. Продукция функционального питания – это обогащенная продукция, которая обеспечит физиологическое действие на организм человека. И следуя необычным трендам в питании, помните, что ваш организм при этом должен получать полноценный набор всех пищевых веществ и энергии. Бездумное исключение тех или иных ингредиентов, скорее всего, окажет негативное воздействие на ваш организм. Продолжение следует...